Всем привет! Меня зовут Дмитрий Востриков, я играл роль Стаса в фильме «Остров исправления». Сейчас я живу в другом городе, работаю в очень интересной профессии, готовлюсь к поступлению, хочу поступить в институт. Очень интересный! Всем привет! Меня зовут Никита, на данный момент мне 17 лет. Во время съемок фильма, где я играл, опять же, Никиту, мне было 14 лет, получается. За эти три года я окончил обучение в студии игровой кинокраски, пошел в другую студию, где больше театральное направление, и, собственно говоря, продолжаю увлекаться искусством и хочу дальше с этим связывать свою жизнь. Здравствуйте! Меня зовут Ярослав. Сейчас мне 13 лет. На момент фильма мне было 11 лет. Я сыграл Кольку Дубинина. За это время я не перестаю ходить в киностудию. Я успел сыграть... Я успел сняться в полнометражном фильме в одной из главных ролей. Фильм называется «Спасти нельзя оставить». Покупай тебе билет! Ой, какое лицо вообще с корчем уросло. Ой, классно. Меня бесило, что Портнов тоже надел в Панаму эту. Батл шикарен. Да ёкарный бабай, тут нечего вообще даже абсурдать. Ну вот сейчас, по-моему, он будет. Ну вот такой был Портнов противный вообще. Он прям был противный. Я помню... Додик. Я помню, мы его, короче, отвозили, когда откуда-то со съемок мы с папой едем. И он такой говорит, типа, «А давайте в трехлитровую банку играть». Он постоянно предлагал вам что-то играть. Что поместится в трехлитровую банку? Он постоянно предлагал, «А давайте в камень-ножницы помогу». «У меня папа за рулю убей. Давайте в камень-ножницы помогу». «Сиди на заднем сиди». Ну вот он такой вот этот Портнов. Ну ты, конечно, здесь машкара такая. В серьезе? Подпукивает там что-то. Да, вот он реально подпукивает. Именно. Да, Дима, мне даже сказали. Ты что-то хочешь сказать? Ты выговорись. Мы тебе не мешаем. Да я знаю. Да просто... Даже сказать нечего. Я, кстати, не понимал этот прикол вообще. Я тоже, я тоже. Я понял, это только на премьере, когда Портнов делает это. Я говорю, перчатки есть, он говорит, только боксерские. Я такой, я вообще, иногда редко думаю над словами. И тогда я не понимал. И только потом я понял. Не, ну надо оценить все-таки. Но он хорошо это сделал. Да. Он, в принципе, у всему фильму, он достаточно хорош. Вот слово Деляна мне немножко смутило. Я даже не понимал, что такое Деляна. Я понимал, что Доля. Но вот Деляна, Деляна. Поляна, Доля, Деляна, не знаю. Ну ладно, просто так скрыл. Чтоб в голову пришло. Хожу так странно, как у меня ноги сломаны. Да, кстати, это вообще непонятно, как трудно. Вот это девочка очень смешная. Она еще капризничала, плакала. Меня бесило на этих съемках то, что мне не разрешали в самом начале кататься на тарзанке, боясь, что я ее порву. Конечно, боялись, что... Ты видела вообще ее? Ну, я ее порвал, кстати. Ну, в конце уже, ну не суть. Не зря опасались. Блин, какая она смешная вообще. Она такая миленькая, мухенькая. А как ее звали? Камилой я звали, я помню. Да, Камилой. Я каждый раз, когда из воды вылазил, я шел пить чай и вытираться полотенцем, потому что моя мама боялась то, что я простужу, потому что вода холодная, типа, вот, хотя она для меня не особо холодная была. И в конце августа же мы это вроде снимали. Ой, я сейчас буду прыгать. Сейчас. Да, просто подготовка пока. Да, 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 сейчас, сейчас. А, это ты милый. На самом деле я реально боялся врезаться в дерево. Мне прям... Потому что ты с тарзанки летишься сначала вперед, а потом назад. И сам... Нет, ты там реально дерево. А я еще вот... Такой непонятный. Почти, как бы, я боялся лицом, что я вот... У меня же руки здесь. Я думал, я лицом вот так вот ударюсь. А вот это как снималось? В общем, я... Вот просто был кадр. Я вот так обхватывал дерево. И потом снималось, как я просто падаю. И я реально вот скатывался по этой... А, нет, нет, нет! Нет, было по-другому. Я вот так вот стоял возле дерева. Денис Петрович, наш продюсер, меня подхватывал сзади. Я падал, то есть на него. Вот. Он меня придерживал, вот этот кадр, как я падаю назад. И потом я уже сам вот так вот скорячившись, вот по этой земле вот так вот падаю. Да, и ты еще тогда себя спину ободрал. Да, кстати, ободрал. Ну, не сильно. Не сильно, но все равно. Вот, и вот следующая сцена, как Алина мне зеленкой мажет эту рану. И здесь, кстати, ляп, потому что я здесь сначала в зеленой футболке, а потом я в футболке в цветочек. Кто-нибудь это заметил? Я, кстати, нет. Подожди, я дальше посмотрю. Смотри, у меня, друзья, видишь? 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 Серьезно? Даша Троян круто очень здесь делает. Даша Троян везде круто делает, на самом деле. Но она смешная, она очень поклонная. А это снято вообще с Лицовском парке. Да, это вообще с Лицовском парке. А вот это уже в Колыване. В Колыване же, в актовом зале выксле. Я тут же заметил ляп. Я туда шел в рубашке, а сейчас я в футболке. Отмотай, подожди, отмотай. Да, я серьезно говорю. А это мне, кстати, меня спрашивали про другую футболку, где объяснимо. А здесь вообще необъяснимо. Вот смотри, вот я в футболке захожу. А до этого, вот, мотни, когда мы идем по это, ну, по парку. Где? Вот сейчас, вот я выйду. Вот, видишь, моя курточка. Вот, я в рубашке. Ну, белая рубашка, белая футболка. А это, видите, это никто почти не заметил. Ну, потому что белая. Я вообще незаметно. Ну, да, вот эта музыка, 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 музыка. Лапа за ним пони, да, вообще. Да, шиклой, друзья. Ну, они вообще кадры. Там сказали просто дрыгайтесь, как сможете. Вот он, кстати, в моей кепке. Он весь фильм в моей кепке был. Вот здесь, кстати, вот здесь прикольно, потому что я тебе сказал, ты меня не услышал, потом я на тебя вот так вот видел, как я на тебя посмотрел. Илья, подожди. Смотри. Ты такой, знаешь, как будто я на тебя посмотрел, и ты как будто это все понял. Ну да, оно так и есть. О, начинается. Люда, Люда, что ты творишь? Вот это мило. Ну, кстати, это было очень странно, потому что... Вот смотри. Что? Видишь вот этот Тимоха и колонки рядом с ними? Я прям стоял возле колонок, и там реально... Музыка была там вообще? Да, 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 была. Вроде была. Музыка была, и она была настолько громкая. Ты что вообще это говорил? Что за бред? Да ты говори. Да просто, что я там стоял возле этих колонок. Лицо это... Ну, Рыжиков реально был очень грозный. Мне прям страшно было... Ой. Кострова я тогда вообще ненавидел. И мы такие, знаете, мы с тобой деремся вместе. Я ее всегда называл лучший друг. Мне вот эта вот, сама сцена драки, то есть сама сцена, она прошла гладко, без каких-либо травм и так далее. А вот репетиции... Я помню, я Рыжиков там что-то бросил, он как-то упал. Ты головами ударил еще двоих. Да, я... Нет, просто помните, мы же сначала занимали жесткую драку. Так она такой осталась. Нет, она не осталась такой. Она сейчас... Вот видишь, вот эти все оценки смешные. Ну, то есть раньше такого не было. Потому что Денис Петрович сказал, что мы снимаем детское кино. И у нас 6+. Хотя должна была быть драка жесткая. Ну, это прикольно. Но на самом деле, я не имею ничего против, что такая драка... Легендарный момент. Понеслась. Я постоянно потом еще на творческих встречах просили его повторить это. А это же вообще снималось, где вот у нас здесь рядом. Да, да, это русско-немецкий дом. Да, да, да. Еще я, кстати, был очень расстроен. То, что я думала, я буду участвовать за месяц, так же там драться. А у меня просто вначале это понеслась и все. Меня просто оттолкнули. Я хотел мяса. Я хотел мяса. Ну, давай. Да поехали дальше. Поехали, поехали. Снимаем. Вот, вот этот мой мать. Вот это я очень боялся, когда вы вот этими головами друг друга бьете. Да, когда вот головами бьете. Потому что на репетициях я их реально стукал головами. Случайно. То есть они как бы поддавались мне, а я как бы не успевал вовремя. Астана. Ой, господи, оценка. Лубневщина. А помните, кострок должен был упасть за бортик? Да, 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 да. Да, да, да. Ну, это типа ошибка опасная. Ну, там высоко реально было. Да, там высоко. Вот за этот. Да, да, да. О, все, валим. Поднимаемся. Вот, кстати, на этой сцене, когда вот мы долго-долго-долго это снимали, и мне такой реально волшинец, когда ты подрался, я так устал вообще. Вот на эту сцену, когда мы все подходим против Рыжикова. А он реально мне попал на ботинах. Да, да, да. И испугался этого, и мы не стали этого резать. Ну, это вообще случайно было. Вот сейчас, честно говоря, слушаю вот все эти фразы, и вот большинство из них, они настолько неправдоподобно звучат. Это вообще. Детское кино. Ну, вот это Нелли, которая у вас все нормально. Шикарно. Да. Ну, вся драка закончилась, мы тут все дружим. Хорошая концовка. Я, кстати, не понимал, когда мы снимали, я просто я так читал сценарий, ну, не очень хорошо, но я не понимал, почему он говорит, ну, все, погнали. Так, а что я хотел сказать?